Сейчас же отложите все свои дела и отправляйтесь отмечать 7 декабря, День любителей поспать. Праздник, конечно, неофициальный и введен совсем недавно, но пользуется популярностью среди лежебок. О людях, чьи любимые предметы дома – одеяло и подушка, наш следующий сюжет. Вставать по первому сигналу будильника – это не про нее. Поспать Екатерина любит с самого детства. Опоздание – дело привычное. Если раньше они касались первого урока в школе или встречи с подругами, то сейчас дела обстоят намного серьезнее. Однажды девушка проспала рейс на самолет. Рейс был в 12, то есть в 10 надо быть, это значит, надо в 8 встать. Очень сложно для меня даже в 8 встать. Мне повезло, я успела попасть на стойку регистрации опоздавших, а вот мой багаж, к сожалению, не успел долететь. Поэтому в следующий раз, если у меня ранний рейс, мне проще вообще не ложиться спать, чтобы такого больше не повторялось и чтобы не опаздывать. Но если вообще не ложиться, то на следующий день ужасное самочувствие, головные боли и усталость. Плохой сон для Екатерины хуже болезни. Могу даже на ходу вот так вот засыпать, глаза закрываются. Было, что я на работе даже стоя чуть не уснула. Пока не разбудят, я могу спать и спать, не знаю, и 14 часов, и потом еще и днем поспать. Просто сутками, можно сказать, могу спать. Если ничего не надо делать, никуда не надо идти. Шутки шутками, но такое состояние – повод обратиться к врачу. Отдыхать организму, конечно, нужно, но во всем должна быть мера. Большое количество, скажем так, сна по времени, длительность сна по времени, опять же, может привести к различным расстройствам. Потому что бодрствование должно быть минимум 14 часов в сутки. Да, чтобы мелатонин, ну это биохимический процесс, который потом запускается, чтобы полноценно работала, в первую очередь, центральная система, ну и все остальные органы системы организма. На периоды, когда организм работает в режиме нон-стоп, это правило не распространяется. Исключение и сегодняшний день. Можно спать, не считая часы и не испытывая угрызений совести. Так что сладких вам снов.